данное видео это мой видео реплай леосу из hell scream академии насчет курта кобейна и расщепления связок леос ты хороший вокалист я не сомневаюсь что ты отличный преподаватель но пойми каждом правиле существует исключение и я не говорю что ты должен делать какие-то опыты психоделическими веществами но если ты хочешь понять курта кобейна есть героин от этого не поймешь героин угнетая любой опиат не тает дыхание кадеин дилаудель фоксикодом героин фентанил морфин вот опиум все это убивает связь даже самый гениальный певец после дозы героина не сможет петь потому что он очень любые опиаты очень печенье гупринорфина очень сильно сажают дыхание поэтому человек не может дышать полной грудью а соответственно смерть героинистов наступает от правила недостатка кислорода в крови поэтому ты говоришь по какое-то расщепление у курта кобейна говоришь о том что у него с голосом было так то так то и так то но потом стало так то и так то и так то под конец ты спрашиваешь может кто-то знал рецепт как бы но кто-то знал секрет голоса от а кобейной что именно его там под конец не было я уже про это говорил тысячу раз я вкратце повторю человек хотел играть для 500 600 своих друзей в этот момент его хватит тащит на мтв и все что ты прошел добровольно со своей группой ему это нафиг то не надо было он не хотел этого всего не был готов к такой жизни он вообще этого не хотел и до кого взяли вытащили набили ему карманы деньгами которые совершенно не знал куда девать он даже себе гитару нормально в общем-то купить был не в состоянии абсолютно инфантильное существо которое никогда не пыталась даже петь внутрь мест на его гениально заключается в том что он идет мимо всех правил теории музыки и тем не менее у него это как-то получает но все эти его то что ты говоришь расщепление это не расщепление это недостаток дыхания только так ты будешь петь под героином если ты хочешь проверить мои слова на деле ты сам я думаю знаешь прекрасно как это делает под конец своей жизни куртка бы хотел распустить группу и и специально провоцировал всех продюсеров и всех менеджеров на то чтобы его оставили в покое специально пел не в тему специально лажал специально единственное место где он более-менее выложился это был его концерт акустический в нью-йорке да и то да и то видно как ему там хреново потому что втрескаться видимо ему разрешили только потом ну вообще подумай сам группа сидит в майках и вся потная посредине сидит парень в двух свитерах трех футболках весь трясется глаза в точку какое расщепление чем-то говорит это был либо крик благим матом усиленный кокаином но кокаин не нейтрализует героин он только делает тебя еще более удобно поэтому весь секрет вокала куда кабель только герой есть секрет смерти куда кого это героинь весь секрет творчество курта кабель это герой и нищеты черную кошку в темной комнате особенно когда их там полно как известно нудные никому не нужны человек вкатывающие себя где 5 грамм героина внутривенно выкуривающий три пачки сигарет бухающий при этом поверх этого жгущие антидепрессанты да он не может петь нормально не может ази осборн лучший пример для этого возника под героином любой дурак узнает возника без героина не так-то легко найти это я все потому что не всегда не все можно адаптировать под общую грядунку курт кабель был в первую очередь наркоман почетный наркоман очень и на этом строился весь его вокал и не надо из этого делать доктора никакого музыкального образования у него не было если бы он знал что он использует такие техники он бы наверно просто хрень много от этого за верен пел просто так как он реально на тот момент мог а героиниста они такие люди они как умножаться им все до лампочки становятся поэтому ему в общем-то было до одного места понравится не понравится понравилось бы и так и сяк вот и все что я тебе хочу сказать про курта кабель если ты так и не понял в чем секретом голосовых связок у него просто дыхание не хватало пойди в марсе один раз не подсядешь или потерю советовать не буду но по-другому ты куда-то не поймешь извини что я тебе это говорю так напрямую но это не тот случай который ты состоянии описать прислушившись к моим словам в принципе ничего плохого я тебе не желаю